Спокойно, спокойно, не всем женщинам запретили выезд из Украины. Речь пойдет о том самом постановлении КМУ номер 69, которым запретили выезд чиновникам из Украины. Но, когда я снимал первое видео о этой постанове, честно говоря, вот тот факт, что им разрешили выезжать на лечение, что чиновникам разрешили выезжать на похороны, вот настолько затмил, затуманил разум, что я не заметил другого. А ведь на самом деле этим постановлением запретили и выезд женщин из Украины во время военного положения и мобилизации. К счастью, коснулось это не всех женщин, а только тех женщин, которые занимают определенные должности. И вот сейчас мы посмотрим, каким женщинам запретили выезд из Украины во время военного положения. Конечно же, мы не будем говорить о топ-чиновниках, да, потому что это нам неинтересно. Нам больше интересно то, где, ну, может коснуться более широкого круга лиц. И вот мы видим, каким женщинам запретили выезд из Украины. Если женщина занимает должность, например, главы местной администрации, либо заместителя, судьи. А, кстати, если говорить о судьях, то там во многих регионах Украины женщин больше, чем мужчин. Руководители госорганов и их заместители, депутаты местных советов. Вы подумайте, подумайте, сколько тысяч женщин в Украине, которые являются там депутатами поселковых советов, например, да, и им запретили выезд из Украины. Ну, при чем здесь депутат поселкового совета, насколько там сильно он может вообще влиять на обороноспособность страны. Но такое решение правительства. Далее мы видим, что руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления. Там масса женщин. Ну, возьмем там всякие отделы образования. Да там большинство женщин, и им теперь выезжать нельзя из Украины. Руководители государственных предприятий и их заместители. Глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ в уставном капитале, которых 50 и более процентов принадлежит государству. Женщины, которые являются военнослужащими, до этого выезжали на общих основаниях, теперь только по разрешению. И вот смотрите, какой мы делаем вывод. Зацепили уже и женщин. То есть вот этот запрет на выезд распространяется и на женщин. Ну, и если говорить о, например, топ-чиновниках, да, о тех людях, которые там действительно влияют на обороноспособность страны, ну, наверное, это целесообразно. Но когда мы говорим о, например, депутате поселкового совета, и вы запретили этой женщине выезжать, какой в этом смысл глубинный такой? Ну, честно говоря, я не понимаю. Друзья, может, вы можете объяснить, да, почему женщинам запретили выезжать, вот тем женщинам, которые занимают вот эти должности. И если у вас есть мысли по этому поводу, поделитесь, потому что, ну, я, честно говоря, вот не понимаю, там, в чем смысл запрета на выезд женщине-судье, да, которая там в отпуск бы съездила. Сейчас не будем говорить о том, как работает судебная система, да, вот в принципе, поставьте себя на место этой женщины, да. Депутат постсовета, ну, какой смысл, не совсем понятен. Если вы интересуетесь вопросами выезда из Украины во время мобилизации, то на моем канале вы найдете очень много полезных видео, где я рассказываю о том, как можно на сегодняшний день на законных основаниях и только на законных основаниях выехать из Украины мужчинам во время военного положения. И эти видео основаны не только на знании того, что написано в правилах, либо того, что написано на сайте ДПСУ, но и на знании практики применения этих правил. Поэтому, если вам нужна такая информация, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал и напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.